Скоро уже 31-е, как настроения говногодние? Да ладно, нормально всё. Быть 28-летним в 21-м году? Я не готов к всеразмоотношениям 28-летним в 1816-м году. У меня всего 13 детей. Быть 28-летним в 8-милетним, блин, в 1000-м году до нашей эры. Что ж, я прожил отличную жизнь. Трижды я ел ягоды и даже попробовал грушу. Я считаю это абсурдной победой, да, мэтт. Каждый человек ближе к 30-ти годам познательно готов к конфликту в пятёрочке. Почему пробили не по акции? Я сейчас раз... Ну, вы поняли, короче, да. И в поликлинике тоже, да. Не знаю, как у вас дела, а я на встрече с мужиком, у которого рост, как у меня, 155 сантиметров. Кто-то пишет, кольцо в мордор несёте. Да, низкая шутка. Что за приземлённый юмор? Кто-то подарили бы своего... Подарили бы, господи, куда я? Куда я смотрю? Продали бы своего лучшего друга за бутылку пива и сигарету. Девушки. Да ни за что на свете, пацаны. Прости, Саня, у меня не было выбора. В смысле, за одну бутылку пива и сигарет продать? Пиво стоит самый дешёвый ампакт за 30 рублей. Друг, всё, прощай. Моё самое большое разочарование в жизни было в младших классах. Празднуем Новый год в младшей школе. А Дед Мороз в кедр. Я подхожу к нему и спрашиваю, чего так? Почему не в валенках? А он отвечает, пошёл на! Да, действительно грустно. Так просто, пошёл на! Ну, типа, ты стоишь, он так, а, на тебя и дальше, короче. Или даже не смотрит на тебя просто так. Вот, пошёл на. Да. Ну, типа, с презрением, даже посмотреть на тебя противно. Отвратительно. Там яблоки в оливье трут. Я им сейчас тащу, это же те же люди, что пиццы с ананасами. Чё все срут пиццы с ананасами? Нормально. А вот яблоки в оливье, это какой-то, по-моему, беспредел. Читаешь иногда в рабочей переписке с уважением. Ну, типа, кто-то кому-то говорит с уважением. И думаешь, ну ты же собака, явно без уважения сейчас. Я же вижу, что ты даже презираешь нас тут немного. Прям бесим тебя. И ты ему в ответ с наилучшими пожеланиями. Посылаем тебя туда же. Пси иногда. Всем здарова, меня зовут Макс. Я хочу вас поздравить с Новым Годом. И пожелать вам в следующем году, знаете что? Вот тупо, тупо бабла. Денег вам хочу пожелать. Денег вам хочу пожелать. Кто-то скажет, Макс, ну это меркантильно, это неблагородно. Надо там счастья, успехов, здоровья. В жопу всё. Деньги, я знаю, людям нужны бабки. И вот я вам хочу пожелать бабок, чтобы у вас много бабок было. Или хотя бы достаточно. Всё. Желаю всем такую вот меркантильную хрень, как деньги. А кто скажет, что это не круто, идите в жопу. Это круто. Денег вам всем желаю много. С Новым Годом! У-у-у-у! Всё. Продолжаем, да. Реклама книги не будет. Не скажу, что вход в рай. Два. Во всех книжных и в чатай городах продаётся. Чё там, чё там, чё там, чё там. А, молоко. Молоко. Молоко зип. Чё, торрент. То есть, типа, молоко сжатое. Сейчас, погоди, 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 друг. Вот так мы сделаем. Молоко сжатое. А это, типа, скачивать молоко из коровы. Как с торрентов. Ролик записываю. Прикольно. Не, мне просто немного... Ну, то есть, как бы... Коровы-то торрент. Откуда можно качать молоко? Доить торрент. Иногда я задаюсь вопросом. А всё ли в порядке с орнитологами? Которые птицы звучат. Или у кого-то проблемы с английском. Fluffy Beckett Babbler. Сисястый болтун. Смешно с пушистой грудью. Назвать птицу сисястый болтун. Да блин, почему я так с самого начала говняно выставил камеру? Она у меня это... Я вот так наклоняюсь, и его видно вот так. Вот так, меня видно сейчас. Как будто ниндзя какой-то высовывается. Когда кто-то тебя игнорирует. Когда кто-то прочитывает твоё сообщение, но не отвечает. Бывает. Когда кто-то прочитывает твоё сообщение, не отвечает и общается с кем-то другим. Падла. Когда тебе отвечают, но ответы односложные. И показывают отсутствие какого-либо интереса скоты. Когда всё это вместе происходит постоянно. Сволочи. Хотите вам совет? Просто гениальный совет. Вы сейчас просто охренеете. Прикиньте. Можно общаться с теми людьми, которые к вам проявляют интерес. И не общаться с теми, которым вы безразличны. Просто гениальная мысль. Как вы такой? Как я до этого не додумался? Не, ну серьёзно. Зачем общаться с теми, кому на вас насрать? Такое ощущение, что за последние два года было только три месяца. Март 20-го. Да, помню. Я уехал на дачу жить. Карантин. И, пипец. Типа три месяца. Я в марте уехал на дачу жить. Типа карантин вели. Я такой думаю. Поехали. Две недельки поживём на даче. И в итоге до сентября. Да, протусили. Но было нормально. Я хотя бы мог гулять по участку. Легко любить. Малайский. На малайском это означает легко любить. Кому не лень, проверьте потом. Потом проверьте. Интересно. Ты завтра занят? Может, встретимся? Не получится. У меня отпуск начался. Я до десяти отсыпаться буду. Вечер или утра? Числа. До десятого числа отсыпаться. Я понимаю тебя, чувак. Я понимаю тебя. Был я как-то на работе. Десять лет. Чтобы хорошо высыпаться. Не нервничать правильно, питаться и нормально себя чувствовать. Достаточно просто не ходить на работу. Не совсем. Потому что даже такие ленивые блогеры, как я и писатели. Представьте. Да. Тоже ходят на работу. Только ты проснулся и до стола тебе надо дойти. Или до комнаты там, где ты сидишь. И тоже сидеть и работать. Как в офисе ты сидишь. Говоришь, не приставайте ко мне. Не отвлекайте меня от этого всё дома. Да, да, бывает. Короче, приходится работать дома. Это отдельное искусство вообще дома работать. Потому что тут очень большой соблазн забить на всё. Девушки, когда пришли в одинаковые одежды. Вот, сволочь. Как она посмела. Парни, когда пришли в одинаковые одежде. Человек-паук. Кстати, у меня сейчас там сзади. В таком-то идёт первый Человек-паук. ПСТС. У меня дочка смотрит его. Впервые в жизни. Я говорю, что ты не смотрела? Человека-паука. Она такая, нет. И ещё с этим. С другом Ди Каприо какого. Тоби Магуайра. Да. Мне было лет 15, мы в кино ходили. Этот фильм. С друзьями. Как-то ночью на рыбалке на РТШ услышал рядом очень сильный всплеск. Наверное, осётр или щука. Но тогда, взбираясь почти бегом по отместному берегу, у меня была только одна мысль. Сибирских крокодилов никто не видел, потому что они не оставляют свидетелей. И Ктулху никто не видел. Ктулху тоже не оставляют свидетелей. Нет такой работы. По запросу пинать письки и получать деньги ничего не нашлось. Попробуйте изменить запрос. Читать мемы и получать деньги. А что, кстати? Кстати, вы пробовали читать мемы на камеру и выкладывать это в Ютуб? Мне кажется, много людей пробовали это делать. Преподы постоянно отправляют меня на пересдачи. Я. Они чаще хотят видеть меня, а это значит, они любят меня. Блин. Вспомнишь Питера Паркера, этого Тоби Магуайра. Вот и Тоби Магуайр. Почему так не работает с чемоданом денег? Подумал, у тебя раз так открываешь дверь, а там чемодан денег. Может, у кого-то есть что-то дома поесть? А то у нас всё на Новый год. Да, знакомо. А я завтра буду... А, нет, сегодня буду холодец варить. Впервые в жизни, представляете? Пять часов он варится. Я буду по рецепту с Ютуба варить холодец. Не знаю, что получится. А может быть, я кулинарный влог... Не, ну, может, сфоткаю хотя бы. Если получится, сфоткаю, похвастаюсь. Это орки. Это орки? Хуже. Это бухгалтерия. У них корпоратив. Мальчики, идите к нам танцевать. Кто в офисе работал, прикол поймут. Всегда испытываю сложности в общении с Сергеями. Интересно, почему? Как тебя называть? Серёжа? Слишком мило. Серёга? Пивасик в патике мы с тобой не пили. Сергей? Ну, тут сразу надо по отчеству обращаться. Как тебя называть, мистер Сергей? Сергей? Я с Сергеем зову Серёга всегда практически. Всегда Серёга. Если это какой-то совсем там древний человек или напыщенный хрен, то можно и по имени отчеству. Если ты чувствуешь, что он может обидеться, чтобы самолюбие будет затронуто, ну, можно и по имени отчеству. Мне, в принципе, я не гордый, мне несложно. Если бы вы попытались нарисовать слона, основываясь только на его скелете, вы, скорее всего, что-то напутали бы. Ну, я точно, а вот учёные какими-то, не знаю, как они называются, которые выстраивают по скелетам. Ну, допустим, что-то с археологией, наверное, связанное. А они-то как раз-таки, наверное, достроили бы нормально. Вы бы наверняка пропустите большие уши слона и его культовый хобот. Культовый. Есть культ хобота? Серьёзно? А вы бы приняли это за отверстие для глаз? Да, для одного глаз циклоп такой. Но есть и хорошая новость. Получится мама-свин. Прикольно. Только вот волосы мы ему дорисовали. Откуда мы знали, что у него волосы? Откуда мы бы знали, что у него есть шерсть? Ну, лично я бы не знал, а вот те, кто этим занимается, наверное, знали бы. Посоветуйте, какой телефон брать? Айфон 12 или Самсунг С21? Только быстро. А то сигнализация сработала. Ах ты телефонный воришка. Зашла я, в общем, в эти ваши приложения для знакомств. Посидела пару часов и решила... Блин, поганые слюни, хватит во рту появляться. Пускай рот мой на мне нахрен и закончится. Я как-то один раз заходил на сайт знакомств. На БАДУ. Года два назад. Когда рекламировал его. Да. Зарегистрировался. По-моему, я его отрекламировал. Я даже Ире говорю, Ира, я сейчас на сайт знакомств пойду, но это просто мне рекламу подкинули. Ты ничего там, не подумай. Мне никто не нужен. А вы знали, что одежда сканирует ваше эмоциональное состояние и цепляется за дверные ручки именно тогда, когда вы уже злющие, как черти? Да, я не знаю, как это работает, но... Но если ходить голым, то всё в порядке. Ехо. Когда к тебе домой приходят родственники с детьми. Стой насмерть, брат, другого выходят. Да, типа... А чё такие стоят мелкие? А какие у тебя игры на компьютере есть? Пошёл в жопу, проклятующее ему! Не трогай мой компьютер! Рот закрыл. Понимаю. Фу, какой грубый мем. Будильник, который звенит седьмой раз подряд. Я, моя тёплая кроватка. Да, печально. Друзья, ну ещё раз с Новым Годом вас всех. Бабки, бабки, деньги вам желаю. Пускай вам другие люди желают здоровья, счастья, улыбок, успехов. Я вам желаю тупо бабла. Вот чтобы у вас в следующем году с баблом наладилось лучше было. Искренне желаю и очень сильно хочу, чтобы у вас это получилось. Прям вот мысленный сигнал вам в камеру подаю, чтобы бабла у вас была больше. Вот это я вам желаю. Здоровья вам другие пожелают. Всех вас люблю. Читайте книжки. Мои желательно тоже. Всем успехов и бабла, 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 бабла пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok